Музыка Приятно нашим делом избрать прогулку по осеннему лесу. Вдыхаешь запах прелых листьев, дотрагиваешься рукой до стволов деревьев и понимаешь, что здесь все меняется не так быстро. Здесь можно почувствовать, как стирается граница между прошлым и настоящим и реально представить себе то время, когда современными были строки. Нелепые или набяшите, братья, начать и старые словесы пояс сию о полку Игореве Игоря Святославовича. Начало 60-й песни не по былинам сего времени, а по замышлению Бояню. Двигаясь вслед за нашей историей, можно себе представить, что было нашим делом в далеком 14 веке. Конец 14 века. Московское княжество под рукой князя Дмитрия Донского борется за объединение русских земель. Великое Литовское княжество, захватив Киев, Полоцк и Смоленск, расширяет свои границы, усиливая натиск на северные русские земли. Новгород и Псков заключают очередной мир с Ливонским орденом и объединяются в борьбе с литовским князем Егейла. Новгородский купец для охраны своего торгового обоза примкнул к отряду ливонских воинов, чтобы обезопасить себя от нападения литовцев, грабящих на дорогах. А славно поторговали, Олег Дмитриевич? Хорошо, поторговали, с поем взяли и с прибытком. Да, времена нынче неспокойные. Литва шалит на порубежье. Не побили бы? Пошаливает, но я думаю, то бьемся. Вот и с пупутчиком повезло. Знатные воины у Гера Александра. Мир ныне с орденом-то. Мир-то мир, но, однако, и посматривать одна. В Седмицу, я думаю, дойдем до Новгорода-то? Дойдем, но дойдем. Будешь все показать, ну, да. Да, как бы, да, хорошую. Да, как бы, да. 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 А таки в любой момент ждать можно. Да, как бы, да. Да, как бы, да. Да, как бы, да. Да, как бы, да. В общем-то, конечно, в принципе, вот, мое личное глубокое убеждение, что бросить современного человека в экстремальной ситуации, он быстро просто скатится во ступеньке его прапрадеда, в общем, там, сжимающего каменный топор, меч просто. Он заставит его просто как-то приспосабливаться к окружающей среде, в общем, играть совершенно по другим законам. Естественно, налет цивилизации, налет цивилизации, это, в общем, такая тоненькая корочка, там, в каких-то несчастных туалетах. А детально снимается. Легко просто. Люди современные, они стремятся к комфорту, они стремятся к уюту, а вы же, наоборот, хотите жить в лесу, в холод, с глубокой осенью. Почему? Мы тоже стремимся к комфорту, сейчас с удовольствием приедем домой, просто принимаем душ, сядем перед телевизором. Вот, дело в том, что, в общем, вообще военно-историческое движение, именно вот движение реконструкции Средневековья, оно в нашей стране зародилось в 90... В 90-м, в общем. Да, в 90-м, в 91-м году, наверное, когда возникли первые серьезные клубы, скажем так, не псевдо-рыцовское движение. Вот, и возникло, в общем-то, в среде историков, профессиональных, непрофессиональных археологов, как, скажем, возможность на практике проверить, что же было на самом деле. То есть, врут ли книги, врут ли описания какие-то исторические, то есть, каков был труд быть воином в то время. Ну что же, и врут исторические книги. Очень врут, 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 очень много, очень много врут. Вот, очень много из уважаемых, авторитетных, очень-то людей, книг, которых я считаю с удовольствием, вот, но в которых попадаются просто такие вещи, которые никогда бы человек не написал, не сказал, если бы он попробовал бы, не знаю, взять в руки меч, эти доспехы и им побиться, вот, или пожить там недельку-другую на природе, в общем-то, имея под рукой только средневековые какие-то средства к выживанию исключительно. Вот, в каких спичках я писал? То есть, на практике сразу все, так сказать, входит к естеству. Да. Сразу, так сказать, все становится на свои места. То есть, то, чем вы занимаетесь, это как бы средство опровергнуть историков, которые пишут неправду? Нет. Ну, не столько самоцеля, скажем так, даже это не самоцель, просто собрались люди, которые, ну, фанатично, скажем так, любят средневековье, им просто интересно, ну, может быть, поиграть, может быть, реконструировать, хотя я все-таки склоняюсь ко второму. Потому что, в общем-то, когда... Попробовать пожить этой жизнью, скорее всего, так. Попробовать пожить жизнью тех людей, тех людей, почувствовать вкус той жизни, не что-то там опровергать, не что-то не извергать, не что-то доказывать, может быть, доказать самому себе. Может быть, потому что, мне кажется, ну, мужчина, он должен каждый день себе что-то доказывать. Делаешь новые доспехи, там еще что-то, добился все хорошо. Вроде можно себя похвалить, но думаешь, так, вот еще чего-то не хватает Да, слаболи мне Да, и начинаешь, да, и начинаешь, а вот это вот слаболи мне сделать Они это смогли сделать, а тут вот как бы вернуться назад и попробовать при нашем уровне техники Сделать то, что сделали они, это уже, на мой взгляд, это уже очень серьезно Это достижение, какая-то определенная победа Победа над, ну скажем, над самим собой хотя бы Вы говорили о комфорте, так сказать, таком, то есть квартира, там хорошо, да, все удобно и так далее То есть, ну это удобно, хорошо, но душевный комфорт тоже должен быть Вот, и тут видно генная память и прочее, так сказать, все-таки дает о себе знать И вот мы находим душевный комфорт именно вот в этом То есть в том, как жили наши предки, как они сражались, как они одевались Вот, как они мылись и так далее То есть вот в этом люди находят свой комфорт душевный Вот, и они этим занимаются Ну что, от милости побойдемся В часах дверь мы дойдем Скоро ужин, не только Жму тебя с оружием Нет, оружием! Нет, оружием! Ну что? Оооо! Абадут! Кирилл Сандар! Идем Батолем! Субтитры сделал DimaTorzok Движение в той эпохе состояло из меча, длина клинка где-то 65-70 см, ладообразная гарда или трех-пятичастные навершия. Меч имел закругленный конец, так как основной системой боя были рубящие, а не колющие удары. Вооружение русского воина 11-12 века также в основном состояло из топора. В чем-то опор на Руси отличался тем, что был узкий у конца и расширяющийся и оттянутый вниз лезвие. Простые воины были вооружены короткими метательными копьями с улицами, причем у простых ратников было несколько таких копий, которые, так сказать, они носили в своей битве. Помимо метательных копий были и длинные копья, которые были вооружены как пешие воины, так и всадники. Защита воина была представлена щитами, щиты либо круглой формы, либо каплевидной формы, которые спереди прикрывались разными металлическими предметами, в том числе умбонами, которые принимали на себя основной удар. Снаряжение Европы в тот период времени, а это именно конец 14 века, голову воина закрывали различные боевые наголовья. Это так называемый шапель-де-фер, или металлический шлем с полями. То есть вот его тоже здесь две разновидности, то есть когда верх стерический, когда верх вот такой вот плоский. Большой популярностью пользовались пластинические доспехи другого типа. Это так называемый ламиллярный панцирь. То есть здесь мелкие чешуйки или пластинки связывались через кожу на тонких шнурках или кожных ремешках. Но очень популярна была также и кольчужная защита груди. Это вот здесь мы видим панцирь 14 века. Он с длинным рукавом, а называется панцирем не кольчугой, потому что имеет, в отличие от кольчуги, не круглые в сечении кольца, а плоские. Нужно также сказать, что 14 век это век, когда уже в военное дело широко входит различное огнестрельное оружие. Вот здесь мы видим так называемую бомбарду или бомбарделлу. Огнестрельное оружие ранних форм, которое на Руси называлось ручницей. То есть выстрел производился из нее путем поднесения раскаленного прута или фитиля к затравке. Поскольку вещь была достаточно неудобной и тяжелой, стрелять приходилось, как правило, двум людям. Один держал, а другой подносил к затравочному отверстию огонь. Особо знаменит 14 век тем, что появляется различное оружие на длинном древке, сочетающее в качестве копья и топора. Это алибарды, то есть оружие, которое впоследствии получило широкое распространение, как оружие личной стражи, гвардии и офицеров. Вот здесь представлены алибарды 14 века. Пользовалось популярностью различное ударно-раздробляющее оружие, как впоследствии на рукоятке, то есть вот так называемое шестапер. То есть очень популярно было в среде западноевропейского рыцарства в качестве оружия ближнего боя. Существовали также различные виды так называемого цепового оружия, цепы и кистени, вот где на дырянной рукоятке посредством цепи крепилась специальная гилька различной формы, то есть она могла иметь шипы или быть просто круглой. Холодное оружие или наступательное состояло из большого количества видов и было достаточно разнообразным. Это, безусловно, различные мячи, которые к 14 веку становятся достаточно тонкими, изящными. У них очень длинная рукоятка зачастую, то есть острие клинка имеет такую несколько клиновидную форму, позволяющую наносить эффективный колющий удар. Мечи, как правило, носились в ножнах. Вот здесь представлен так называемый меч в полторы руки, который вот с ножнами. Ножны крепились на поясе посредством портупеи. Субтитры создавал DimaTorzok Я надеюсь, что этот меч вообще подлинный. Ну, этот меч, ну как, подлинный, не подлинный. Единственное, вообще говоря, отличие от настоящего боевого меча, это то, что это не заточки. Потому что мы деремся, носимся на реальные удары таким оружием. Если бы это была заточенная вещь, были бы трупы. В общем, мы бы с вами здесь на таком бы составе не сидели, не разговаривали. Все бы люди серьезные, я так понимаю. Упакуилось, наверное, на кладбище, а часть бы за стенках правоохранительных органов. Как хорошо, что мы не в 14 веке. Возможно ли рыцарство такое понятие, как рыцарство на Руси? Первое упоминание слова «рыцарь» на Руси применительно к своим собственным воинам появляется на Руси в конце 14 века. В нравственном и духовном у нас нельзя быть рыцарем. Особенно, скажем так, в средневековом понимании. Потому что просто тогда бы весь наш жизненный путь был бы услан трупами наших обидчиков. Мы не можем себе это позорить. В то время был очень строг и нрав. Наступил на ногу, топор в спину. Может быть, несколько грубо, а слишком вульгарно, но достаточно метко. Потому что своя честь, честь своей дамы, своих близких защищалась с оружием в руках, исключительно с ним. Во всем военно-историческом движении, от Владивостока до Санкт-Петербурга, существует только один клуб, который реконструирует рыцарство. В полном смысле этого слова. То есть, когда люди по течению какого-то срока могут в рамках клуба, в принципе, в рамках военно-исторического движения носить звание рыцаря. Там он просто проходит в этом клубе обряд посвящения. Это клуб княжеской дружины в Санкт-Петербурге. В общем, членом, которым я являюсь, он, к сожалению, еще не дослужился до звания рыцаря. Я думаю, что очень недолго придется работать над собой, над своим доспехом, над своим искусством владениями всякими разными железными вещами. Вроде бы так, мча. Каждый в этом находит что-то свое. То есть, это вот тот мир, наверное, для каждого из нас. Со своим мировоззрением, со своими традициями, обычаями, каким-то ритуалом, менталитетом. Которым, в общем-то, ну, может быть, большинство из нас ищет, ну, как бы отдушину от современной ситуации, от современного общества. То есть, ну, достижение душевного комфорта. Да. Они даром всегда говорили, что Русь всегда сильна тем, что помнит хорошо своих отцов, помнит всех своих предков. Недаром, так сказать, здесь много говорилось о Европе. Но, так сказать, о Руси вообще очень мало информации, особенно тем временем, который, в принципе, пытаемся реконструировать мы. Это 11, 12, 13 века. И практически вот начав заниматься этим временем, понимаешь сейчас, как мало вообще информации, как мало истории говорит об этом. Все вот это движение как раз, ну, помогает людям, ну, найти какую-то основу в этом. Основу и души, основу, так сказать, веру. И веру в себя, и веру, так сказать, в прошлое. Ну, а коль есть эта вера, так сказать, определенная, независимо от того, что это, так сказать, религия, не религия. Ну, и, так сказать, людям проще и сейчас жить. С верой всегда, так сказать, проще жить. Конец 14 века. Новгородский купец и ливонские воины, двигаясь по направлению к Новгороду, подверглись нападению литовских ратей. После ожесточенного боя отряд продолжил свое движение вглубь леса. Новгородский купец и ливонские воины.